Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Прошел год после расставания. Совершенно неожиданно в мой город приезжают старые знакомые. Однакомым мы 18 лет. Мы с ним все эти годы общались. У нас тоже жениться развестись. Я тоже пожила гражданским браком и разошлась. И вот, встретившись как обычно, гуляя, мы обсуждали наши жизни. Как у кого идут дела. Сенсация у нас была всегда, но я ее никак не проявлял, кроме как всегда соглашался на прогулке. Он, в свою очередь, однажды, еще 8 лет назад, подарил мне подарок с романтическими словами. На этом все. Единственное, что мы всегда общались, мы живем на расстоянии 1300 километров. Я понимал, что ничего быть не может очень далеко друг от друга. Вот неделю назад, встретившись в очередной раз, я почистил, как меня тянет к нему. Но сама боялась в этом признаться и сделать первый шаг. Он, в свою очередь, тоже ничего не пропонимал, смотрел на меня. Неожиданно вспыхнул этот конек, который никак не разгорался. Мы поняли и знали, что очень нравится друг другу. И уже давно, и на этот раз, не хотим друг друга терять. Он предложил переехать жить к нему. Я сначала пригласил в гости, отпуск у меня намечался через 10 дней после его отъезда. В семье возникли трудности, я пока осталась вместе с родителями. Мы каждый день общаемся по телефону, он ждет. Вопрос вот в чем. Когда я сказала маме о своем решении, она расстроилась, когда сказала, что мы родители не молодеем и надо быть ближе к нам. Но я объяснила, что он мне нравится, и мы хотим жить и строить семью. Что уехав, я не собираюсь их забывать, что буду приезжать. Конечно, поездки будут нечастые. В ответ я услышала, что будут ссоры, обещать некуда. Вот как мне объяснить, что ничего страшного в этом нет. Что с этим мужчиной меня может вложиться крепкая семья и дети. Подскажите, пожалуйста. Я думаю, что, во-первых, вам необходимо здесь увидеть, что ситуация несколько более сложная, чем вы думаете, на мой взгляд. Потому что вы строили отношения и получается, что по факту их не построили. Мужчина строил отношения и по факту тоже не построил. Это значит, что у вас, как бы, у обоих есть опыт, неудачный опыт построения отношений. И, соответственно, этот опыт неудачных отношений вы можете совершенно спокойно принести в эти отношения. Поэтому, в первую очередь, необходимо проанализировать их и, как бы, провести необходимую коррекцию. Это первое. Второе. Судя по тому, что вы описываете, вы достаточно сильно привязаны к, ну, к своим родителям. Потому что только с такой привязкой к родителям, я бы сказал, можно вести себя примерно так, как вы себя ведете. А именно, что-то объяснять, пытаться доказать и так далее. При том, что совершенно очевидно, что своим родителям вы ничего доказать не сможете. Совершенно очевидно, что у ваших родителей есть своя точка зрения и она для них является базовой. Но, если вы к ним привязаны, то или, вот, бессознательно, например, возвращаетесь к ним снова и снова, вот, то, как бы, на вас это, так или иначе, будет оказывать влияние, вот. Собственно, это уже происходит, как только вам понадобилось ехать, значит, сразу стремительно что-то ухудшилось в семье. Это только кажется, что случайность, но в психологической жизни человека случайности не бывает. И у ваших родителей случилось что-то плохое не просто так, а чтобы вас содержать. Это необходимо очень четко, максимально четко для себя понять, что таким образом родители вас удерживают рядом с собой. А вы выбираете мужчину, который живет так далеко, тоже не случайно, потому что в глубине души боитесь близких отношений. Почему боитесь близких отношений? Потому что у вас есть определенные сложности с личными границами. А сложности с личными границами есть всегда, где существует такое вот слияние между родными людьми, как происходит у вас с вашими родителями, которые прямым текстом говорят, что мы не молодеем, нужно быть поближе к нам. Это и есть слияние. Соответственно, при слиянии есть проблема личных границ. Соответственно, момент заключается именно в том, что в первую очередь необходимо обратить внимание на эти вышеперечисленные вещи. Далее. Вы как-то, на мой взгляд, слишком, я бы сказал, идеалистично, что ли, рассматриваете ситуацию, в которой вы оказались со своим мужчиной. Служа говорить, что и крепкая семья, может быть, и деятельность. Вот это хотя бы по большому счету, ну, человек. Вы не знаете, как могут сложиться ваши отношения с ним, вы не знаете тоже. И ваши ожидания от, ну, от него или от вашего союза с ним могут причинить вам большую боль. Поэтому, повторюсь, что будет лучше, если вы как-то вот вместо ожиданий, да, как-то вот будете больше опираться на себя. То есть то, что вы к нему хотите поехать, супер, но для этого не нужно ничего объяснять вашим родителям. Нужно просто ставить их перед фактом. И когда вы ставите их перед фактом, не пытаетесь, например, с ними договариваться и так далее, у родителей не остается иного выбора, кроме как принять ваше решение. Даже если оно им не сильно нравится. И таким образом, тревога их за вас будет отступать. Следующий момент. То, что вы в 18 лет друг друга знаете своим молодым человеком, это то, что, ну, по большому счету, никто не делал из вас шагов вперед. Ну, как бы говорит о том, что могут быть недомолвки, могут быть какие-то ожидания, может быть что-то вот такое не очень приятное. Поэтому не совсем это так понятно, как вы поняли и знаете, что хотите быть вместе и так далее. Если никто не делал первых шагов, во-вторых, повторюсь, здесь очень у вас сильные ожидания. То есть, мне так вот на секундочку показалось, да, что не столько человек вам в предыдущие пришел, сколько вот есть какое-то такое желание, скажем так, строить семью и там детей. Вот, оно может быть хорошо и хорошо, но, как бы, уделять внимание личному взаимодействию, уделять внимание личному контакту между вами тоже очень важно. А у меня есть некоторые сомнения относительно того, насколько хорошо вы друг друга знаете. Поэтому, повторюсь, здесь момент такой, что вам необходимо сперва подкорректировать свое деструктивное поведение с мужчинами в целом, поработать с личными границами и детско-родительными отношениями, вот, и дальше уже устраивать отношения с молодым человеком. Можно даже сделать так, можно сделать, чтобы вы поехали к нему, вот, приводили с ним время и параллельно, а может быть даже вместе с ним занимались психотерапией, вот, это поможет вам гармонизировать ваши отношения и, вероятно, может ускорить некоторые процессы, которые, если они будут протекать достаточно долго, да, если они будут протекать достаточно медленно, то могут причинить серьезную боль вам. Вам, например, вот. Поэтому, на мой взгляд, ситуация здесь именно такая. Повторюсь, своей маме вы ничего не объясните. Ваши родители тревожатся за вас не по той причине, что с вами что-то случится, хотя они, безусловно, думают так, что с вами может что-то случиться, Ваши родители тревожатся за вас, потому что сами в вас нуждаются, но объясняют себе это тем, что нужно вас защищать. Вот, примерно, примерно, так это и работа. Понимаете, да? Понимаете, да? О чем в данном случае идет речь? Я очень, очень надеюсь, что вы обратите внимание на данный аспект. Я очень надеюсь, что вы не будете, ну, совершать быстрых и поспешных действий. Хотите ехать к мужчине? Есть. Никаких проблем с этим нет. Есть. Это даже здорово, что вы, ну, как-то, вот, поедете к нему. Вот. Но вам не нужно для этого, для этого разрешения ваших родителей. Понимаете? Не нужно. А им не нужна вы, чтобы чувствовать себя спокойно. Понимаете? Вот. А, парень, в конце концов, не обязан вас ждать. Но для того, чтобы выстраивать гармоничные отношения, вам необходимо решить свои личностные проблемы, повторюсь, о которых я уже сказал выше. И, соответственно, только таким путем вы сможете либо выстраивать гармоничные отношения с этим человеком, либо поймете, что это не ваш человек. Что вы просто прикинули на него все свои незавершившиеся истории, которые в вашей жизни были. А он на вас, соответственно. Вот. Просто необходимо исключить подводные камни. Вы понимаете? Вот. Необходимо защитить вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.